Они врага, вожди с тобой, вожди с тобой. Князь, из Божьих парков скол взяли. Псков. На Новгород немец движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород. Сирот, пожалей, позабудь обиды Ярославич, встань за дело Новгородское. За обиду русской земли встану. Слово верное. На защиту встань. На защиту? Защищаться не умею. Сами бить будем. Без меры бить будем. Дружина твоя, князь. Не хуже немецкой. Дружины одной мало. Мужиков подымем. К весне врага разобьем. Эй, немца! Где магиста? Ещета. Три. Эй, предпочти14원이! Эй! Эй! Эй. Эй! 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 КОНЕЦ Повоз его! КОНЕЦ Наша взяла! КОНЕЦ Все крик за крик, а о деле и думы нет, господа псковичи до новогородцы. Ох и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли б проболтали вы ледову сечу. Не простила б Русь ни вам, ни нам маломужества. Так о том и помните, детям и внукам накажите. А забудете, вторыми иудами станете. Иудами земли русской. Слово мое твердо, найдет беда всю Русь по дыму. А отвалитесь на сторону, быть вам житу нещадно. Жив буду, сам побью, а помру, сынам накажу. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. Ныне впервые великий князь Московской, венец царя всея Руси, на себя возлагает. И тем навеки многовластью слокозненному боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единой быть. На боярскую власть руку поднимает. Но дабы русскую землю в единой тлани держать, сила нужна. А посему отныне учреждаем мы войско служивое, стрелецкое, постоянное. А кто в войсках тех государевых сам не сражается, тому в великих походах царских деньгами участвовать. На свою же голову свою деньгу нести. Так же и святым монастырям великими своими доходами отныне в воинском деле участвовать. Ибо казна их множится, а русской земле пользы с того нет. Нужна сильная власть, дабы гнуть хребты тем, кто единство держало на сиске противиться. Ибо токма при едином, сильном, слитном царстве внутри твердым можно быть и вовне. Но что же наша отчизна, как не тело, по локти и колени отрубленное? Верховье рек наших, волки, твины, волхово под нашей державой. А выход к морю их в чужих руках. Приморские земли отцов и дедов наших от земли нашей отторгнуты. А посему в день сей венчаемся мы на владение теми русскими землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Два Рима бали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. И тому Риму третьему, державе московской, единым хозяином отныне буду я один. Папа не допустит, император не согласится. Европа не признает. Сильным будет, все признают. Надо, чтобы силен не был. Подобает всегда царю осмотрительным быть. Ко благим милость и кротость, злым же ярость и мученья. Ежели сего не имеет, не есть царь. Ныне на Москве враги единства русской земли повержены. Руки свободны. И отныне засверкает меч справедливый против тех, кто извне посягает на величие державы российской. Время. Конечно, утешать битых дело возможно и благородное. А кто же будет бороться, создавать? Бороться и создавать. Для того и живем. Иначе зря родился, напрасно существовал и навсегда умер. А того света нет. Даже легендарного. Нечего там человеку делать. Не за что ему бороться. Это же дурная дезертирская легенда. Ибо обещает безделие за терпение. Чепуха. Человеку надо сказать. Те, кто говорят тебе терпи, а на том свете получишь сполна, а обманывают тебя. ты умрешь и не притянешь их к ответу. Помни, все, что удалось тебе свершить на земле, это вся твоя жизнь. Это единственно честный и смелый разговор с человеком. тогда человек начинает думать. Мало сделаю. Неужели только для этого и родился? Как живу? Не гоняюсь ли за символами? Не рву ли куска у других, чтобы самому иметь два? для чего? Зачем? Глупый я человек. Зачем? Неужели я не знаю, что туда с собой я ничего не возьму? Там ничто. все остается людям дурное и хорошее. И в этом оставшемся мое забвение или бессмертие?